Всем хай! Давно не виделись! Вы на канале Науклуб и добро пожаловать в моё новое и на данный момент самое грандиозное за всю мою жизнь видео по Майнкрафту, ребята! Название полностью не кликбейтное и я реально прошёл Майнкрафт версии 1.16 совершенно без получения урона. Заинтересованы? Поставьте прямо сейчас лайк и подпишитесь на канал, если вы ещё этого не сделали. Ну что ж, а сейчас я вам более подробно расскажу, что и как было. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok чтобы пройти Майнкрафт версии 1.16 без получения урона. Я решил задать этот вопрос всезнающему интернету и вы удивитесь, но я не нашёл ничего подобного. И возможно я сейчас реально первый человек в мире, который на видео прошёл Майнкрафт 1.16 без урона. Суть этого всего вообще в том, чтобы пройти Майнкрафт максимально аккуратно и не получить вообще никакого урона за всю игру. То есть нельзя позволить зомби себя укусить, нельзя позволить попасть в себя скелету, нельзя упасть с какой-то высоты и так далее. Факторов очень-очень много, которые могут наносить урон игроку. Но чтобы всё это было максимально интересно, я решил ограничить себя ещё от некоторых фич, которые могут очень сильно облегчить игру и также спасти игрока от урона. Логично, что первое, от чего я отказался, это броня со щитом. Понятное дело, что всё это может спасти нас от получения урона, поэтому оно сразу же летит в топку. Второе, что также идёт в топку, это золотые яблоки и зелья. Я думаю, логично, почему золотые яблочки добавляют нам дополнительных хп, соответственно мы как бы не получим урона, если их съедим. А зелья, типа зелья огнестойкости, могут нас спасать от разных факторов, типа огня, который также может нас убить. Как по мне, это тоже нечестно и их нужно убрать в данном челлендже. Если мы приручим и оседлаем лошадку, будем кататься на ней, она нас тоже может спасти от получения какого-то урона. Поэтому лошади и все их подвиды также идут в топку. Деревни и торговля с жителями в Майнкрафте также очень-очень-очень сильно облегчают прохождение. Именно поэтому я хочу отказаться как от деревень, так и вообще от торговли в целом, чтобы игрок, то есть я именно полагался на собственные силы и только. Поэтому деревни у нас тоже идут в топку. И да, мне запрещено не только торговать, а вообще приходить в деревни и брать из них какие-то ресурсы. Ну потому что это уж слишком-слишком читерно все. Ну и последнее касается дружбы с пиглинами, а ее, ребята, полностью не будет. Потому что, во-первых, мне запрещено носить броню, соответственно в золотой броне я не буду ходить. И, соответственно, они будут хотеть меня убить. А второе правило это без торговли. Так вот, с ними торговать я тоже не буду. Соответственно, с пиглинами у меня всегда будут только-только враждебные взаимоотношения. И никаких перемирий и никаких подарков в виде золота. Ну и напоследок самое главное. Если я получаю урона чего бы то ни было, будь то кактус, падение с какой-то небольшой высоты и так далее, то челлендж сразу же прерывается и я сразу же начинаю новый мир с новым сидом абсолютно случайным. То есть я не буду использовать какой-то готовый сид. И я буду каждый раз как бы оказываться в случайном мире и не буду готов к тому, где что и как находится. Поэтому челлендж очень такой, достаточно-таки экстремальный. Ну что же, теперь давайте посмотрим, как вообще выглядело мое прохождение. Попыток прохождения у меня было очень много, возможно даже больше сотни. Я уже просто банально не считал их, потому что их было слишком много. И начинались все попытки совершенно одинаково. Я заходил в одиночную игру, выбирал сложность игры хардкор, выбирал, чтобы регенерация здоровья у нас была выключена. Чтобы в случае, если вдруг я где-то получу урон, вы сразу могли это сами увидеть. И вы могли сами понимать, что все, на этом челлендж закончился, все, я его слил. Или же, если я не получаю урона, то я прошел игру. Ну и первым делом, заходя в мир, я, конечно же, обязательно пишу команду слэш сид, чтобы вы видели, что это не какая-то заготовленная карта, что это реально мир. Вот с таким вот сидом, и вы могли сами создать его и поиграть в таком мире, если вдруг вам понравится эта карта. Напоминаю, что работает этот сид именно на версии Minecraft 1.16 при релиз 5. Но в других версиях мир может генерироваться по-другому, будьте к этому готовы. Ну и что ж, конечно, первая моя задача добыть немножко дерева, создать себе верстак, и также создать деревянную кирку и добыть немножко камня. Из добытого камня создаем себе базовые каменные инструменты, также добываем немножко себе еды и валим подальше из этих сраных джунглей, потому что в них выживание будет достаточно-таки сложным и проблематичным. По дороге я нашел немножко угля и скрафтил себе полстаков и киллов, они очень сильно мне пригодятся, а также я нашел очень-очень крутой пруд, в котором у нас спавнится рыба. Рыбу я формил достаточно долго и уже начало смеркаться, поэтому я решил прямо возле этого хорошего рыбного места в ближайшей горе выкопать себе небольшую ямку и начать строить в ней себе первый дом. Добытую еду отправляем в печь, чтобы она у нас жарилась, а тем временем начнем копать какую-нибудь небольшую шахту, чтобы найти хотя бы первые руды. Отлично, нам наконец-то попалось железо, добываем его и сразу же на месте переплавляем. Делаем себе железную кирку и продолжаем копать эту замечательную шахту. Прошло немного времени и вот мы уже с вами, ребята, нашли наши первые алмазы. Добываем их, возвращаемся домой и дома делаем себе уже алмазную кирку, чтобы добывать уже обсидиан. Добываем 14 штук, 10 пойдет на портал, а 4 на стол зачарования. Далее мы возвращаемся домой и расчищаем место для портала. Попутно можем зафармить немножко себе кремня, чтобы потом делать стрелы. Строим из обсидиана портал в ад, зажигаем его зажигалочкой и обязательно потом закрываем к нему проход, чтобы никакая гадость из него не вылезла и нас не убила, не испортила нам с вами, ребята, прохождение. Пока не наступило утро, чтобы не терять время, мы немножко с вами расширяем наш домик, а с наступлением утра отправляемся путешествовать. Добываем себе побольше древесины про запас и находим наших с вами первых овечек, стрижем их и запасаемся их шерстью. Весь остальной день проводим в путешествиях и находим наших первых курочек. А учитывая то, что начинает смеркаться, быстренько делаем себе маленький домик, создаем там кроватку и засыпаем. Проснувшись, мы хватаем кроватку, выходим с ней на улицу, добываем немножко семян и начинаем вести наших курочек прямо к дому. Преодолев огромное расстояние с этой курочкой, мы сажаем ее наконец-то у себя дома в загон и начинаем делать себе самые первые грядки. Позанимались фермерством и всякими бытовыми делами, далее отправляемся опять спать и с наступлением нового утра идем делать себе тростниковую ферму и искать коров. Приводим коров и любезно просим их зайти в загон, а после находим нашу одинокую курицу и ее вторую половинку в тиндере и приводим ее также домой и сажаем к ней в загон. До захода солнца расчищаем территорию вокруг дома от всяких неровностей и деревьев, чтобы откуда-нибудь из-за угла или из чащи леса в нас не выстрелил скелет-лучник и не прекратил нам вот так вот резко наше с вами замечательное прохождение. Теперь, когда территорию вокруг нашего дома уже легко осматривать и контролировать, мы можем уже даже ночью заниматься всякими разными делами. К примеру, я захотел выровнять скалу и расширить немножко грядки, в ожидании того, пока где-нибудь заспавнятся пауки. Но эти ребята никогда не заставляют себя долго ждать, и за эту ночь я смог убить двух пауков и получить с них достаточно нитей, чтобы создать свой первый лук. Все остальное время я занимался своей супер-пупер-грядкой до самого наступления утра. К утру грядка была закончена, и также я встретил двух эндерменов. Аккуратненько убив обоих из воды, я получил два перла, а позже я отправился фармить как можно больше перьев, кожи и тростника, и попутно случайно наткнулся на храм в джунглях и облутал его. Ну а потом еще один, его я тоже облутал. Вернувшись домой, я все поудобрял, пособирал урожай, развел своих животных, закончил с остальными всякими делами, и создал себе также достаточно много уже стрел. Почистив инвентарь и собравшись с мыслями, я отправился прямиком в ад, где подобывал немножко кварцевой руды и золота, а также исследовал, что вообще вокруг меня находится. Мне чертовски повезло, недалеко от портала расположился искаженный лес, в котором спавнятся только эндермены. По пути к этому искаженному лесу я нашел и облутал сундук от разрушенного портала, который заспавнился прямо в базальтовой горе. Добравшись до искаженного леса, я сразу же бросился строить крышу, которая будет защищать меня от эндерменов, потому что, как вы знаете, они у нас в три блока высотой, а игрок всего в два, и он легко может приютиться под такой крышей и спастись от их атак. Убив эндерменов, я обратил внимание на то, что у меня уже 24 уровень зачарования, и я подумал, а почему бы не сходить домой и не скрафтить зачаровальню, что я и сделал. Замутил себе алмазный меч на остроту 2, лук на силу 1 и кирку на прочность 2, что, кстати, достаточно грустно. Ну и снарядившись должным образом, я опять пошел в ад, чтобы пофармить эндерменов, а потом подумал, а почему бы мне не найти адскую крепость? И после некоторого времени блуждания по опасным огненным недрам, я все-таки наткнулся на адскую крепость. Будем честны, адская крепость, на мой взгляд, самое-самое опасное место вообще во всем Майнкрафте, потому что даже в энде дракон и эндермены не представляют такой угрозы, как местные блейзы, которые просто спамят своими огненными шарами и не дают вам вообще никак высунуться. Но с горем пополам залутав местные сундучки и собрав 8 блейзовых стержней, я решил все-таки уже наконец-то убираться из этого жуткого места. Ну и, конечно же, так просто у меня выбраться из крепости не получилось, потому что на пути у меня игра заспавнила скелета лучника. И мне вместе с моим новым другом свинозомби пришлось аккуратнейшим способом здесь застраиваться, чтобы этого скелета все-таки как-то обезвредить, потому что стреляет он моментально, и его любой выстрел мог бы стать просто концом моего челленджа. А застраивался я, потому что стрел у меня совершенно не осталось. Но ничего, я все-таки оттуда выбрался, и добив уровень до 30-ки, я благополучно отправился домой. Дома, как обычно, позанимался фермерством и скотоводством, отправился пофармить как можно больше перьев, потому что стрел у меня уже совершенно не было. И также мне срочно нужно было как можно больше тростника, потому что я хотел создать себе книжные полки и улучшить зачаровальню. Следующим же утром я собрался в крупное путешествие и незамедлительно отправился. Нашел огромнейшую кучу трусника, еще выформил себе перьев и разных ресурсов, а также нашел храм в пустыне. Собрал здесь динамит, облутал сундучки, попускал слюнки на золотые яблоки, которые мне запрещены в этом челлендже и пошел дальше. И как это ни странно, прямо на границе пустыни были зимние горы, в них я и отправился и подобывал там как следует себе снежков. Вернувшись домой, скрафтил наковальню и достроил зачаровальню до 30 уровня, теперь я наконец-то мог делать крутые вещи. Сделал себе мощный лук, а вот на меч мне уровня не хватало, поэтому я направился в ад и стал там фармить эндер-жемчуг и опыт. Поднявшись до 30 уровня на убийстве мобов и адском кварце, я вернулся домой и создал себе супер-меч, а также сделал 13 эндер-глаз. Выбросив с инвентаря весь ненужный шлак, я решил в последний разок поспать дома и наутро выдвинулся в путешествие. На выходе меня, кстати говоря, ждали целых два скелета лучника, которых мне пришлось обезвреживать прямо с порога своей топ-квартиры. Забросив первый глаз, я наконец-то узнал направление крепости и я туда направился. Путь был не близкий, но я дошел до нужного места и начал копать. За путь у меня всего потратился, кстати, только один эндер-глаз. И забавно, что я буквально чуть не упал в пещеру, в которой у нас находилась крепость. Я мог буквально разбиться, если бы вовремя не отпустил левую кнопку мыши. Добраться до комнаты с порталом было вообще несложно, потому что она заспавнилась у меня очень близко к тому месту, где я вкопался в крепость. Чешуйня также без особого труда обезвредил водой и пошел активировать портал. Ну что ж, и вот он тот самый решающий момент. Момент, ради которого была потрачена куча часов из жизни, куча неудачных попыток и куча нервов. Именно сейчас я боюсь получить урон больше, чем когда-либо ранее, потому что это уже финал, это конец, это энд. И вот моя платформа из обсидиана появилась не так-то уж и далеко от острова, но не на самом острове, поэтому пришлось немножко простроиться. Было очень страшно, что дракон именно сейчас выпальнет свой фаербол и мне настанет конец, именно в самом начале. Но дракон оказался далеко и мы сразу же тогда начинаем обстреливать все вот эти вот его кристаллы. И во время битвы держите у себя в голове постоянно две вещи, которые просто являются здесь ключевыми во время этой битвы. Первое, это то, что ни в коем случае нельзя опускать камеру слишком низко, а то вы случайно наведетесь на рожу какого-то эндермена. Он сагрится и просто все вам заруинит, ребята. Я из-за этого одну из попыток своих просто потерял. И вторая вещь, это то, что не стоит слишком сильно паниковать от драконьих фаерболов, потому что надо помнить, что они могут убить вас только если вы будете стоять на месте. Поэтому если фаербол будет лететь и прям прямиком в вас попадет, но вы в этот момент будете бежать, то вы выживете. Фаербол не причинит вам никакого вреда. Нельзя же останавливаться в том месте, куда он попал. Ну а пока я все это вам рассказывал, открытые кристаллы я все уже позбивал из лука, а все закрытые заминировал динамитом и они со временем сами загорелись и взорвались. Ну а теперь самая скучная, наверное, часть боя, это просто стрелять из лука и периодически уклоняться от каких-то фаерболов, которые будут в вас вылетать. Лучше всего вообще не подходите, не деритесь с ним в ближнем бою, только себе больше лишней угрозы доставите. Возможно, я очень странный человек, но мне кажется более опасным даже обычный лесной биом для прохождения без урона, чем вот этот вот эндер мир и вот эта битва с драконом, потому что серьезно, я не понимаю, как здесь вообще можно получать урон. Ну и собственно, за энд, гг, победа, последняя стрела вылетает и дракон повержен. Честно говоря, несмотря на то, что этот мир очень легкий, у меня все равно вот в эти последние секунды как-то прям даже руки дрожали. Я помню вот это состояние волнения, когда я понимал, что сейчас может какой-нибудь эндербен сагриться и просто заруинить игру уже на последнем издыхании этого дракона. Так или иначе, дракон убит, а Майнкрафт пройден совершенно без получения урона. Ну как-то так вкратце и выглядело мое прохождение. Я более чем уверен, что многим из вас интересно, как же вообще выглядело все прохождение полностью. Так вот, у меня есть на канале видео как раз таки, где полностью от самого начала до самого конца записано все прохождение. Понятное дело, у меня видео записано без голоса, там только звуки из Майнкрафта идут, я думаю, по понятным причинам. Представьте, совершать огромнейшую кучу попыток и каждый раз комментировать плюс-минус одно и то же, но это как-то вообще такое себе удовольствие. Да еще и в течение такого длительного времени, поэтому я думаю, что здесь вы меня полностью понимаете и поддерживаете. Если вам зайдет такой формат видео, где я буду проходить, ну или хотя бы пытаться пройти какие-то очень сложные майнкрафтовские челленджи, то обязательно, ребята, пишите об этом в комментариях, поддерживайте меня лайками, распространяйте мои видео друзьям. Я очень сильно стараюсь, когда делаю свои видео и любая ваша поддержка очень сильно важна для меня, ребята. Ну что ж, а на этом у меня в принципе-то все. Всем огромнейшее спасибо за то, что посмотрели это видео. Удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok